МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вацлавом Лопушинским в 1909 году. Эти паровозы с полной уверенностью можно назвать рабочими лошадками железных дорог нашей страны. Они активно и массово применялись также в период Великой Отечественной войны для доставки грузов в прифронтовую зону. Паровозы серии «Э» были нескольких модификаций. «ЭУ», «ЭМ» и другие модификации. Перед нами «ЭР» означает реконструированный. Эта реконструкция уже 1952 года. В ходе реконструкции была увеличена топка этого паровоза, что позволило увеличить мощность данного локомотива до 1500 лошадиных сил. Мощность увеличилась по сравнению с предшественниками порядка на 10-15%. Паровоз мог развивать скорость более 60 км в час в зависимости от загрузки и, конечно же, профиля дороги. Считался одним из скоростных паровозов в мире. Эти паровозы также выпускались в других странах по нашей лицензии. Компоновка паровоза, ее можно назвать классической в передней части. Это рабочая тяговая часть паровоза, куда входят топка, котел, кривошипный шатунный механизм, органы и механизмы управления. Ну и вторая часть – это тендер, топливная часть, где размещалось горючее топливо. Эти паровозы изначально разрабатывались для работы на твердом топливе, на каменном угле. Позднее, уже после Великой Отечественной войны, некоторые из них стали переоборудоваться для работы на жидком топливе, на мазуте. Перед нами паровоз реконструированный, который уже переделан, переоборудован для работы на жидком топливе на мазуте. Данный паровоз долгое время находился на базе запаса Южно-Уральской железной дороги. В рабочем состоянии сюда он прибыл своим ходом. Наш паровоз ТПЕ, ЭР, стоит во главе ретро-поезда, который сегодня переоборудован в единственную гостиницу на колесах в нашей стране. Этот поезд, поезд гостиницы «Армия-экспресс», так он называется, состоит из классных ретро-вагонов. В качестве подвижного состава, конечно же, этот поезд не используется. Это все же сегодня гостиница, к которой подсоединены все коммуникации в стационарном режиме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова